В шестом созыве областной думы будет восемь комитетов, на два больше, чем сейчас. Существенно увеличится и количественный состав депутатов с 35 до 50. А вот проходной барьер для кандидатов снижен с 7 до 5 процентов голосов. Не будет в этот раз досрочного голосования. При распределении мандатов на Белгородщине применят метод империалия. Его еще называют метод делителей. Это система, при которой количество голосов, отданных за каждую партию, делится по очередности на количество распределяемых мандатов. К слову, такой способ уже опробовали на выборах депутатов Староскольский совет. Он имеет как сторонников, так и противников. Плюсы в том, что при высокой явке избирателей у староскольцев повышаются шансы нарастить свое присутствие в областной думе, подчеркнули представители местного избиркома. Если на каждом избирательном округе получится так, что примерно в среднем будут участвовать где-то 4-5 политических партий, как ожидается, и уже озвучила обл. избирком, то можно автоматически посчитать. Если эта региональная группа будет впереди стоять, то от каждой политической партии, если у партии хватает мандатов, эта региональная группа может иметь до 4 распределенных мандатов. То есть на каждой региональной группе может 4 быть кандидата. А соответственно, наше количество, так как у нас 4 одномандатных избирательных округа, если мы придем и проголосуем, и мы будем вверху турнир на этой таблице региональных групп, то у нас есть возможность на каждом избирательном округе увеличить количество депутатов до 4, а то и более. Эти выборы пройдут в режиме экономии. В калькуляцию не вошли электронная обработка бюллетеней, наличие камер видеонаблюдения, сниженная и оплата труда членам комиссии. Всего на проведение кампании в области выделено более 77 миллионов рублей. 8 из них отведены Староскольскому округу. Привел цифры председатель местного террисбиркома Анатолий Марченко. Расчет расходов здесь на все комиссии. Но единственное, что мы еще не приняли свои постановления. Распределение денежных средств. Я думаю, что чуть позже. Но я сказал, что я озвучил в общее. Но я и говорю, что есть такой расчет. Приним на комиссию. Будет заседание комиссии. Мы вас пригласим. С 29 июня по 3 августа период выдвижения кандидатур. На регистрацию отведено 10 дней с момента заявления о своем участии в выборной кампании. Пока в местный избирком заявок не поступало. Возможно, такая неторопливость – часть политической тактики. Или участники предвыборной гонки дорабатывают стратегии кампании.